Привет-привет всем! Я сейчас нахожусь на Барановиче FM и сейчас будет прямой эфир, поэтому оставайтесь с нами. Я вас спрошу какую-нибудь песню послушаем и вы ее представите. Хорошо? Выходим на музыкальную паузу. Виталий, а мы композицию не послушаем. Первую? Да. Движ Париж. Движ Париж? Да. А у нас премьера. А, да-да-да. Сегодня премьера песни. Я написал песню, называется Движ Париж. Короче, будем устраивать. В наушничке можете регулировать себе звук на наушниках. Этот звук влияет только на вас. Здесь, да? Сейчас я послушаю. Раз-раз-раз. Один. Почему-то громкость только становится громче. Это Культурный акцент в студии Лена Лисицына. И просто с радостью хочу представить вам нашего гостя. Это Виталий Воронко. Лауреат и победитель многочисленных международных конкурсов баянистов. Участник отборочных туров Евровидения. Который выступал на проектах «Голос в России» Польша. Полуфиналист британского шоу. У британцев есть талант. И в доме давай ему тоже удалось пожить. Виталий, добрый день. Добрый день. Всем хорошего настроения. Очень рады видеть вас, Воронич. Скажите, вы часто здесь бываете? Я приезжаю сюда к родителям. И стараюсь сюда приезжать очень часто. Но не получается. К сожалению. А что здесь тайна? В какой школе нашего города ваше фото висит на доске почета? Чей вы почетный выпускник? Ну, я не знаю, в какой именно школе, но я учился в 4 гимназии. Но сначала, до этого я учился в 9 школе. Приятный, приятный. Вы такой выпускник. А, может быть, в детской музыкальной школе номер один. Может, может, висеть ваше фото. Кстати, да. Вы такой веселый, харизматичный, яркий артист на сцене. А в жизни вам удается быть таким же? В жизни я скучный, неинтересный. Да ладно? Да я шучу, конечно. Ну, мне кажется, да. Тоже вам все это нравится. Вот так вот весело идти по жизни с баяном, можно так сказать. Конечно. Кстати, о баяне. Почему именно его вы выбрали своим инструментом? Я вам расскажу так. Вот смотрите. Баян. И если добавить приставку О, получается, обаяние. Понимаете? Да. И мне кажется, что именно только с этими связано, что баян и обаяние – это одно и то же. То есть, баяна можно обаять. Я поэтому выбрал именно этот инструмент. Да. И, кстати, президента нашего, мы его тоже играли на баяне. Ну да, да. Он подпевал. И мы, получается, пели песню. После этого я продемонстрировал инструмент. У меня разные инструменты. Инструмент просто необычный. Во-первых, он белорусского производства. И он электронный. То есть, он звучит как оркестр. Представляете? То есть, вы видите баяна, звучит скрипка, фортепиано, какие-то инструменты. Представляю. Вы слышали ваше выступление. Кстати, вы говорили от президентского фонда по поддержке талантливой молодежи. И не один раз. Ну, было дело. Когда учился в консерватории, в колледже. Ну, собственно, выигрывал классические конкурсы, за которые получал награды. Вы знаменитый, конечно, музыкант. Вот ваш инструмент так необычен по звучанию. Его для вас как-то специально где-то изготавливали? Да. Это белорусское производство. Делали в Молодечно. И самое интересное то, что этим удивляются все. Ну, то есть, не только в Беларуси. То есть, это единственный инструмент у вас нет? Уже таких там 4-5. Есть аналоги, но таких именно нет. Именно такой только у вас. Вы, наверное, бережете его как синицу ока. Вот не побоюсь, даже расскажу, что Виталий с инструментом у нас здесь прямо сейчас. Конечно. Конечно. Я расстроился, что я не могу сыграть здесь. Виталий. Виталий, вот насколько мы успели узнать. Вы побывали на многих телевизионных конкурсах. Голос Польши, Голос России. Смотрела вот кадры этих выступлений. Везде жюри испытывает восторг, везде вас на сцене. Зрители аплодируют стоя. Но вот победителем вы не становитесь. Это какое-то неприятие вашего образа человека-оркестра. Или вы не вписываетесь в рамки проекта. Или есть еще какие-то подковерные причины. Мне кажется, это не формат. Просто не формат. Я прихожу на конкурсы, где, допустим, просто поют, например. Где просто какие-то цирковые выступления. Ну, понимаете, я просто хочу, чтобы все знали, что на баяне можно играть все. Вообще. Все, что угодно. И будут слушать от мала до велика. То есть, вы идете на голос, и вы точно знаете, что, в принципе, дальше вы не пойдете. Но вот я выступлю и покажу, как это можно сделать. Нет, конечно же, я стремлюсь к победе. Потому что я вообще в жизни победитель. Там же многочисленных даже конкурсов. Но, понимаете, здесь это шоу. И я сейчас как раз даю шоу. То есть, людям сейчас не нужны победы. Людям нужны эмоции. Вот. И, собственно, эти эмоции я и даю. Ну, давайте мы все с вами вместе, в общем-то, получим эмоции. Уходим на музыкальную паузу. Виталий, какую композицию вашего послушаем? Сейчас презентация песни. Я уже снял клип на нее. Песня называется «Садвиж Париж». После песни мы выходим. Правильно? Да. Две тридцать длица песен. Yeah. Так, что там пишете? Я? Нет, это я. Я не скажу, что я пишу. Простите, что я пишу. Почему? Все хорошо. Так. Пишут его инструмент между ног. Как плохо пишете обо мне. Ну, сейчас, конечно, могу писать правду. В «Барановичах» ничего себе пишут. Это песня «Движ Париж» не «Пляж Кураж». Ну, просто у меня есть еще песня «Пляж Кураж» называется. Угу. У тебя «Патейт». Да. Следующая песня «Патейт». Угу. Угу. Да, да, да. Привет, привет всем еще раз. Эфир еще продолжается, поэтому оставайтесь с нами. Все будет очень круто. Угу. Угу. Одетый скуч. Угу. Я думал, что в 19-й лет мы учились. В 19-й, да. Угу. Угу. Нет, нет, нет. Я учился в 19-й сначала. Просто в 19-й, может, там какой-нибудь концерт какой-нибудь добыл. Или еще что-то. Моя мама помнит вас, она в 19-й вот это. Ну, музыкальный класс. Я там, скорее всего, концерт. или там педагоги, ну, то есть какие-то... Педагоги, наверное. Да, да, да. Вообще, ну, здесь, в баронечке, я очень мало выступал. Я так задумался, потому что я много где приезжал, там давал концерты. Да, да, да. Я в 15 лет, короче, свалил и все. В 15 лет? Да, в 15 лет. У меня уже училище заканчивается в Минске. Да, в Минске, получается, да. 20 секунд. 20 секунд, да, точно. Продолжается программа «Культурный акцент». Я хочу всем напомнить, что в нашей студии прямо сейчас находится известный паянист, человек-оркестр Виталий Воронко. Виталий, вот кто такие британские ученые? Все мы, конечно, нас слышали. Ну, а теперь хотим узнать ваше мнение о британском шоу «У британцев есть талант», в котором вы приняли участие, стали полуфиналистом, да? Да. Чем этот конкурс от наших отличается? Может, там люди какие-то другие? Может, какие-то, ну, не знаю, требования другие к исполнителям? На самом деле, все то же самое. Только, знаете, мне кажется, подход немножечко отличается. Ну, то есть, наши хотят, ну, допустим, сделать, ну, подстроиться под что-то. Вот. А там наоборот, ну, то есть… У человека подстроиться, который пришел, да? Да, да, да. Правильно я понимаю? То есть, человек приходит, и они спрашивают, что ты хочешь? Вот. Ну, то есть, мы сделаем все, ну, чтобы твои какие-то идеи осуществились. Вы пришли, я видела в каком-то таком необычном костюме. Что это было? К чему это было? Расскажите, пожалуйста. Честно, я вам расскажу так. Я приехал, ну, там был кастинг огромный. Там 12 тысяч человек стоит. И я в послед… ну, вот я в конце очереди, потому что я только с самолета, и я опоздал. Я, получается, стою, и я в бабочке, в галстучке, в костюмчике, все как положено концертно. И тут я понимаю, что я просто могу не успеть. И я такой, принимаю решение, у меня костюм супергероя. Я переодеваюсь в костюм супергероя, и у меня сразу же из конца очереди в начало. Здорово. То есть, вот так было, на самом деле. И все, и я, получается, прошел, прошел вот этот кастинг. Ну, то есть, если бы не костюм, возможно, меня бы вообще не показали. А тут показали, здорово показали. Я еще и прошел полуфинал. А чего дальше не хватило? Почему до финала не дошли? В финал уже проходит 10 человек. Ну, мне кажется, что там были еще интересные номера, и я уже показал все. Ну, как бы… Все, на что вы были способны к этому времени? К этому времени, да. К этому моменту. То есть, я считаю, что каждое мое выступление, возможно, это как школа. Я чему-то учился. И каждый раз я буду учиться. Потому что наша жизнь – это сплошное самосовершенствование. Ну, а теперь немножечко ближе к нам. Перейдем в опоре на Евровидение. В нашей стране сколько раз вы уже принимали участие? Четыре. Четыре раза? А будете еще готовиться? Я думаю, что… Не могу обещать. Не могу обещать не готовиться и не могу обещать готовиться. А как оно там все за кулисами происходит? Как артисты между собой общаются? Есть такая хорошая, здоровая конкуренция или вообще никто друг на друга не смотрит? Как это? Да нет, мы общаемся. Мы обмениваемся сообщениями, даже репостим песни в соцсетях. То есть, все нормально? Конечно. Как на обычном концерте? Вы не чувствуете какой-то там конкуренции? Нет, нет, нет. Я там должен вырваться вперед, да? Возможно, другие чувствуют, но я лично не чувствую. А у вас все хорошо? Все просто потрясающе. По жизни это здорово. Ну и кто побывал в доме 2, тот не забудет этого никогда. А легко ли поселиться вот в этом самом доме? Скажите, пожалуйста. Честно, я там был как белая ворона, мне кажется. Потому что мне было очень сложно. Меня давили прямо со всех сторон. Ну что давили, это понятно. Потому что вы там старались всех веселить и не лисни в какие интриги. Ну да. А как вообще проходит отбор туда участников? Можно сказать тук-тук, а можно я у вас тут поживу в доме? Ну вот примерно так и происходит. Но не всех берут. Сколько на проекте вы продержались? На проекте продержался где-то 73 дня. Вот это да. Вот этот срок действительно большой срок для дома 2. Какова вообще была цель вашего прихода в это шоу? Я, собственно, искал любовь. Искали любовь. Ну я серьезно. Я думал, что как раз таки с человеком, с медийным, которым уже тоже по телевидению показывают везде, у меня получится построить отношения. Но не получилось. Ну как-то не вышло. Или это уже видно? Да. Потому что у вас правая рука без кольца. Ну да. Все понятно. Ну всем, конечно, известно, что отношение к Дому 2 совершенно такое неоднозначное. Одни смотрят его не отрываясь от экрана, а вот другие находят там разные некрасивые слова, описывая это шоу. А вот после участия в проекте вы уже и сейчас на чьей стороне? Я все равно очень благодарен именно этому конкурсу. Дом 2 как раз таки, оно отталкивается от человека все равно. То есть если человек хороший, то ничто его не сломает. И это тоже огромная школа. То есть там чему-то ты учишься. И я за 73 дня научился многому. Это здорово. Виталий, вот как вы думаете, зрителю какого возраста адресовано ваше творчество? Ну вообще я вот могу вам сказать даже по Инстаграм, по соцсетям, то что моя аудитория это с 18 до 35 лет. Ну то есть это основная. Но на мои концерты приходят от 0 до 60, до 90 лет. Ну то есть до 100 и 120. Почему бы и нет. И самое главное это то, что у меня программа именно такая. Ну то есть очень разновозрастная. Любят дети. То есть песню по Тейта постоянно присылают мне в сообщениях, как дети танцуют ее. А по нее кстати классно очень танцевать. Я знаю, что мы ее еще услышим чуть попозже в нашем эфире. А вот когда житель нашего города увидит вашу концертную программу? 15 марта я приглашаю всех жителей города Барановичи в городской дом культуры. Потому что там состоится мой сольный концерт. Кстати, это... Только он сольный или будут еще какие-то артисты? Я буду со струнным квартетом выступать. То есть в сопровождении оркестра. Виталий скажите, а сколько времени у вас уходит на написание одной песни? Так. Уходит где-то от минуты до двух лет. Вот это да. Вот это действительно интересно. Хотелось бы узнать, о какой песне вы два года писали? Есть песни, которая... Ну, например, песню «Легкомысленно». Я писал ее два года. Мы с Владимиром Кубышкиным ее постоянно переделывали, доделывали. Виталий, какие вершины остались непокоренными? Каковы ваши планы на будущее? Куда стремитесь? Куда готовитесь? Я стремлюсь к стадиону «Динамо». То есть как? Я хочу собрать стадион. Вы хотите собрать стадион? Я думаю, что у вас получится. После сегодняшнего интервью все пойдем на концерты, потом дружно будем готовиться. Мы начинаем с «Баранович», начинаем зажигать, танцевать и веселиться. И причем, самое главное, это будет и в классической, в том числе, форме, потому что будет струнный квартет играть. Виталий, хотела у вас спросить, в кино планируете сниматься? Но вы мне уже до эфира сказали, что уже снялись. В каком фильме? Да, я буквально снялся в некоторых эпизодах. Я уже даже не помню. Это очень давно. Вы не помните, как фильм называется? Я не помню, как фильм называется. Я снимался в рекламах, в том числе. Я как актер тоже развиваюсь, но это не совсем мое. Не ваше это? Да, я все-таки более искренний, я не могу играть. Я выхожу на сцену и, наверное, все-таки петь, танцевать, играть с баяном. Вы поете, танцуете, играете – это просто потрясающее зрелище. Честно говоря, вас очень интересно смотреть и слышать, как у вас все это происходит. Ведь я даже помню, на этих всех шоу жюри поворачивали, чтобы посмотреть, как вы это делаете. Покажите руками еще раз. Пять раз вас перестрашивали, а дайте покажите еще. Да, да, да. Потому что это действительно очень-очень интересно. Ну, а теперь, пожалуйста, ваши поздравления с наступающим женским днем всем нашим дамам и пожеланиям слушателям. Дорогие женщины, хочу вас от всей души поздравить с наступающим 8 марта. Хочу пожелать вам, знаете, самое главное – это любви, чтобы была она взаимной и чтобы в ваших глазах была всегда искра. Вот такую искру вы прямо-таки зажгли у нас на радио. Виталий Воронко, огромное спасибо за то, что вы к нам пришли. Ну и, конечно, прямо сейчас послушаем вашу песню, которую вы где исполняли? Мы ее исполняли на Сейшельских островах и на отборе на Евровидении. Спасибо вам огромное! Удачи! Спасибо вам! А можете погромче сделать? Да. Знаете, танцы начинаются. Ну что, давайте вместе танцуем. Ну что, давайте вместе танцуем. А впереди еще гастрольный тур вместе с Артемом Сорокой. Кстати, об этом я забыл сказать. Ну, значит, в следующий раз, в следующий раз. А мы же можем еще раз. Да, все, я тогда об этом еще скажу. Короче, главное – ждите гастроли. Идем Динамо мы соберем вместе с вами. Удачи! Удачи! Продолжение следует...